Ближайшее отделение травматологии находится в 25 километрах от Петровского района, поэтому на базе местной больницы решили создать специализированную кафедру. Теперь пациентов с переломами будут лечить здесь. Операции направлены на восстановление целостности поврежденных костей скелета человека. Также будет оказываться оперативная помощь больным с ортопедической патологией. Это такие операции, как эндопротезирование, патология стопы. Да, очень удобно добираться в больницу здесь. Живой недалеко здесь, 10 минут ежды мне буквально, очень удобно. А кафедру иммунологии открыли на базе детской больницы номер 4. Одно из помещений занимает аудитория. Сегодня здесь считали первые лекции для студентов. По словам главного врача, остальные комнаты предназначены для приема пациентов. Лечить тут будут детей, у которых проблемы с щитовидной железой или есть аллергия. Мы можем здесь и консультировать наших деток больных, как в условиях поликлиники, так и в условиях стационара. Оказывать им помощь. Оказывать не только помощь клиническую и консультативную, а оказывать помощь лабораторной диагностике. Руководитель Петровского районного совета рассказал, принимать пациента помимо врачей будут и ученые медуниверситета. Это позволит обследовать больше больных. Консультации будут более серьезные. Очень важно. Современное оказание помощи, тем более с присутствием катеров, с присутствием протезуры, доцентов, научного подхода. Здесь, конечно, будет оказываться более квалифицированная помощь, грамотная, своевременность. То, что говорили о протезировании, это вообще современный подход, новый, как говорится, новаторство. Это очень приятно. В районе планируют создать иммунологический центр. Там будут принимать педиатр, аллерголог, эндокринолог и другие специалисты. Строительство намечено на 2014 год. Инга Лапикова, Георгий Жилич, Панорама.